мир вам андрей мир вам андрей расскажите пожалуйста как христос вас нашел как привел в наше сообщество вы такой интересный сразу обратила внимание на то как вы правильно пишите говорите достаточно наверное не один год на православие я так вот предположила и вот расскажите как вы пришли к вере на самом деле нет то есть православие я новичок вот новенький совсем но при этом бог меня вел самого самого моего детства и наконец-то довел конец славы ему за это потому что мне 29 лет и эти 29 лет я блуждал поисках бога мое самое первое воспоминание в жизни это то как я увидел бога мы тогда мне было четыре года но вот тогда чуть подальше чуть подальше вот так мне было четыре года тогда примерно может быть чуть поменьше и мы гуляли с подругой недалеко от родителей там такой был как сказать что-то вроде бульвара по бокам деревья были рассажены в середине дорога вот прямо был ясный солнечный день и прямо над этой дорогой было облако как вата можно сказать белое облако вот из этого облака вышел бог и сказал нам вроде дети будьте добрыми и ушел показываю пальцем на это облако и говорю своей подруге ты тоже это видела она говорит да я это тоже видел и вот такое мое самое первое воспоминание в жизни это сколько вам лет было три с половиной может быть четыре вот так до этого я ничего не помню а у вас семья верующие семья у меня не верующая ну как сказать они не исповедуют бога может быть и знают что он есть но как бы мы же знаем да что этого недостаточно вера без дел мертва то есть нужно себя посвящать богу я в москве живу первую веру вообще в меня заложила бабушка моя она единственный верующий человек в нашей семье который молился и может быть по ее молитвам господь коснулся и привел меня к вере вообще вот всю жизнь где-то до недавнего времени я изучал религии различные мира пытался найти истину то что бог есть у меня никогда не было сомнений я всегда молился богу но я всегда молился богу отцу то есть творцу я знал что есть творец что кроме этого есть мне говорили что есть там сын божий это христос но как сказать это ну сказали и сказали доказательств никаких нету то есть никто не проповедовал не убеждал меня в этом не говорил слов писания например то есть ну вот так христа как бы я знал что он сын божий но не верил в него что такое дух это это вообще запредельно непонятно то есть понимание троицы она вот такой был ну там сказали что троица есть надо верить вот осознание кто такая троица что такое этого не было вот ну и я соответственно изучал все религии мира буддизм так крепко изучал кришнаизм затронул потому что у нас в москве много кришна и прям много они очень много проповедуют а вы изучали и какие-то эти практики пробовали там были я вас в основном изучал их священные книги просто как интересовались да ну да да я вот читал их книги священные ну вот так интересовался но понимал что это как бы не мое так сказать то есть много было очень таких мест преткновения серьезных достаточно не то что из любопытка я всегда искал связи с богом понимаете ну да где больше бога так сказать где какая религия лучше его познала потому что много разных мнений это вот каждое мнение это каждый опыт разных людей можно сказать буддист это вот восточная такая религия кришнаизма ты там от индусов берет начало вот каждый народ по-своему как понимал бога вот и собственно всю жизнь я прожил с этим в один момент от христа я просто отказался ну потому что не было веры в него поэтому отказаться было как сказать сатана так искусил прямо вложил мне такую богохульную страшную мысль я уже сейчас понимаю что это именно сатана был он вложил такую богохульную мысль что христос это на самом деле не бог а это можно сказать как такой божок знаете вот как всякие кришны вот эти все вот такой как малый бог после которой я полностью отрекся от христа и пошло поехало там грехи просто ну вот я уже сейчас просто анализирую что как только отказался вот даже без особой веры во христа отказался сразу очень сильные грехи пошли жизнь пошла под откос но при этом внешне внешне то при этом все было замечательно то есть у меня там и достаток хороший был и все вообще ну как медом намазан можно сказать но внутренне я понимаю что сейчас уже понимаю что это полное выгорание и это путь к смерти причем к быстрой смерти такой стремительный путь хотя внешне он кажется очень приятным вот так да вот и потом я как заболел ну а вот еще что я наткнулся на игнатия тихоновича один в один момент привел меня когда когда в каком году несколько лет назад было и привел меня к игнатию тихоновичу такой православный миссионер можно сказать проповедник андрей кураев в москве я всегда в центре москвы жил вот у меня такое светское воспитание и андрей кураев он как такой вот он светский такой скорее проповедник нежели для народа ну да да вот и я вот слушал его лекции как-то наткнулся на такую запись что он сказал что знаете ли кто самый он сказал большой что ли самый сильный пионер наше время великий там да да вот и упомянул игнатия тихоновича упомянул игнатия тихоновича и мне стало интересно что андрей кураев это такой авторитетный в общем-то проповедник был в то время сейчас-то его уже отлучили от всего от чего только можно вот его недавно вообще от церкви отлучили от служения вот а тогда он был в самом своем соку можно сказать самым на пике формы тогда еще не было андрея ткачева вот то есть он был самым наверно таким известным проповедником то время вот и мне стало интересно если уж андрей кураев так сильно как бы отозвался мне стало интересно кто же такой игнатий лапкин ну я собственно на ю тубе вел посмотрел и мне это показалось очень близким потому что вот то что я знал в общем православии это вот как-то бог положил на сердце что я до этого читал златоуста читал жития некоторые и вот такой вот аскетический с одной стороны а с другой стороны как сказать мудрый подход к вере вот он мне всегда казался истинным вот то есть слово и на сходятся да у него ну да слово с делом сходится и плюс есть подвиг вот то есть без подвига вера она как-то ну не такая сильная просто я встречал людей которые доказывали прямо ну под которые подвиги совершали они совершали подвиги даже может не во славу христа а вот просто ради людей там и это вот меня всегда очень сильно как-то ставило можно сказать на колени перед ними потому что я осознавал сколько в этом вообще силы невероятная сила именно в подвиге и вот я увидел что игнатий тихонович он тоже подвижник аскет то есть он себя полностью посвящает этому делу вот и меня это заинтересовало что же там такой чему можно так сильно себя всю свою жизнь посвятить вот я начал слушать он там часто приводил цитаты и слова божие из писания мне это понравилось потому что я находил их очень мудрыми дело в том что я всегда тоже есть такого поговорка платон мне друг но истина дороже я всегда боролся за истину я в принципе в зрелом возрасте отрекся от лжи в принципе ну потому что считал что это незачем просто вот истина мне в меня всегда привлекала и вот истина и мудрость вот две такие вещи которые мне очень нравились даже при моем мирском вот так вот существование я всегда искал мудрости и истины и так получилось что вот игнатий тихонович открыл для меня именно слово божие библию я начал ее изучать посредством симфонии ну какие-то вот мне были интересны вопросы я вводил слова в поисковик по библии и она открывала мне места писания и я удивлялся насколько вот эти места писания они мудрые сколько в них вообще мудрости скопленная то много книг принципе перечитал и философов континентальных достоевского очень много читал платона но все они как сказать не дотягивают до уровня библии вот в чем дело я для себя это обнаружил когда я как бы еще больше укрепился в том что это наверное непростая книга потому что ну как так получилось что 2000 лет назад написали из-за 2000 никто ничего мощнее не смог придумать вот как-то так много ведь времени было дано и технологии даны и образование лучше стало то есть должно было быть наоборот вот но почему-то эта книга она оказалась самой мудрой и потом я заболел ну так легкая у меня болезнь была что-то вроде простуды но такая с температурой и как-то через это возможно такая странная вещь и вот именно в этот момент у меня произошло какое-то очищение я взял книгу такую она у меня есть сейчас покажу вот эта книга от которой я обратился именно указ от которой у меня произошло рождение свыше от илана да вот это я захотел просто найти бумажный вариант библии у меня там в соседней комнате бабушка жила царствие небесная и небесная вот и она как бы бога то верила я думал что у нее библия точно есть вот оказалось что у нее библии не было вообще нас она вот это даже единственное что от библии было это вот эта вот книга и она ее ни разу не открыла на русском или на церковнославянского не на русском но что интересно бабушка она ни разу нет корни открывала слово божие то есть у нее молитва слов он сальный такой весь и стертый до дыр а вот слово божие ни разу не открыла вот такой вот момент и библии как в доме не было оказалось что было только вот эта книга маленькая такая тоненькая невзрачная но именно от нее я получил рождение свыше почему потому что когда я начал ее читать она но просто меня раздела на самом деле вот ну и молись можно так выразиться это не лет назад было это несколько месяцев назад было но при этом понимаете тут есть такое такая вот цитата из библии я вам сейчас скажу которая полностью как бы вы поймете почему такое стремительное было я эту книгу ну вот у меня здесь все помечено то есть я ее не просто читал я ее изучал вот этот есть некоторые моменты которые вот ну пророческие то есть это не просто книга это пророческая книга вот например здесь есть такая третья глава от иоанна 34 стих ибо тот которого послал бог говорит слава божие ибо не мерою дает бог духа вот и вот это то что бог дает не меру это я на себе прочувствовал когда богу угодно он открывает он дает без меры потому что он бесконечно щедрый бесконечно милостивый ну вот у него все эти качества они в максимальной великой степени вот поэтому рождение свыше у меня произошло стремительно ну как рождение говорит библия же говорит что от воды и духа надо бы родиться вот пока только от духа произошло рождение от воды она еще наверное в будущем будет а вы вообще крещеный моченый ну да да вот я в младенчестве меня крестили вот но сейчас я наверное понимаю что нужно полное погружение сделать это шаг серьезный для человека осознанный именно шаг как бог пошлет у нас мало где делают крещение с полным погружением вот в тот храм в который я хожу я честно сказать даже боюсь спрашивать потому что ну как бы я примерно представляю что мне ответят священники но я уже знаю что они мне скажут они никогда не говорят вот по святым отцам по слову божию не какие-то свои представления ну как правило вот так вот получается я новенький я то новенький совсем но при этом я сразу же начал такой подвижнический образ жизни то есть как только бог мне открыл вот эту книгу например первая цитата которая меня зацепила это вот то можно сказать от чего я родился если и она 831 если прибудете в слове моем то вы истинно мои ученики. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот. То есть для меня это было ну такое... Ты прочитали сейчас или наизусть? Нет, это прочитал. Но я ее и наизусть не знаю. На косяках все вот эти повеления, да, на косяках пишите слова, да? Ну, я всегда записывал, так память еще тренируется хорошо. В идеале, конечно, это надо больше писать слово Божие. Ну, просто от руки писать. Вот. И это... От это именно... От этого стиха, в общем, произошло рождение. Потому что это было ну для меня чем-то невероятным. В такой маленькой формуле заключено очень многое. Это, знаете, как семечко действительно, которое вырастает, превращается в огромное дерево. Вот. Вот. Если пребудете в слове моем и познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть здесь очень много истины, свобода. Это очень большие вещи. Вот. И заключены в очень маленькую формулу. Вот. И я как бы... Пребудете в слове моем. Я решил это взять себе. Ну, давай проверим. Потому что как же... Нужно проверить. Вдруг это все как бы сказки. Вот. И я тут же решил. Все. Я начинаю проверять. То есть я себе сразу острик волосы. у меня длинные волосы были. Я их себе состриг. Вот. Ну, и еще там какие-то начал подвижнические такие вещи делать. А, я сразу благовествовать пошел. То есть я пошел в храм первым делом. В первый же день, как я пришел в храм, я тут же выловил батюшку. Тут же взял у него охапку книг. Уж я не знаю, как он мне их дал, потому что там такие они придирчивые. Там получите благословение, неблагословение, а вы там обучались на благовестника. Ну, вот это вот все. Вот. Уж не знаю, как он мне так сразу дал, даже не спросил. Ну, как, задал какой-то вопрос короткий. Я ему сказал, что ну, вот как там, например, апостолы благовествовали. Он говорит, от Духа Святого. Я говорю, ну, вот я тоже от Духа Святого. Такие. Взял у него охапку книг и пошел благовествовать. А что за книги? Евангелие от Иоанна как раз. То есть у них для раздачи, да, были книги? Да. Отлично. Я взял эту охапку. Вот. И почувствовал прямо, что Господь со мной в этот момент. Ну, и все, вот понимаете, все началась жизнь. Вот. Смерть, она отступила от меня, началась полностью жизнь. Вот сегодня на проповеди священник говорил, что вот надо верить в Христа, в Иисуса. Вот. Надо все это делать. Он говорит, ну, не ждите каких-то чудес. У вас все будет так же, как у обычных людей. И меня прямо аж покоробило. Ну, потому что это явная ложь. Вот даже в том же Евангелии от Иоанна там написано, я вам сейчас прочитаю. Это тоже пророческие слова, которые, ну, обязательно надо знать, потому что... А вы в церковь когда начали ходить? Ну, практически сразу, как уверовал. А до этого был в храмах несколько раз, ну, как сказать, на молитве вот такой сильный не стоял. Ну, и, в принципе, как бы пришло осознание вообще, как надо молиться. То есть, мне Дух Святой все открывал. Вот что молиться надо, например, с усилием. То есть, молитва без усилия, она в счет не идет. Тебя Бог не услышит. Нужно приложить усилия. Вот, либо даже физическое порой. То есть, вот мы делаем поклоны, да? Ну, это, ноги болят лично у меня. Но... Ноги, колени. Но я знаю, что я это делаю для Христа. Вот, чтобы Бог увидел, что я не просто там как-то праздно прошу, а то, что я по-настоящему, я готов, ну, вот, пасть перед ним. По-настоящему. Все серьезно. Вот. Вот, я хотел бы зачитать четвертая глава от Иоанна, сорок восьмой стих. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Знамений и чудес. Иудеи ищут чудес. И Эллины. Да. Вот, такой момент, что я искал и мудрости, ну, мудрость меня привела именно, поиск мудрости привел меня к Библии. Вот. А потом начались чудеса. И Господь, ну, вот, Он действительно творит чудеса. То есть, у меня нету в этом никаких просто сомнений. Вот. И когда я это увидел, ну, то есть, без меры дает Господь духа. Вот. Без меры. То есть, тут нужно быть слепым просто, чтобы этого всего не увидеть. Ну, я это все увидел, ахнул, что, как же так, 29 лет прошли мимо. А я этого и не знал. Я не знал, что Бог живой, что с Ним вот можно иметь такое общение тесное, да, настоящее. Ну, нужно просто себя ограничить, как бы в чем-то, дать место Богу, не свою волю навязывать, а как бы уступить в чем-то. И все. Вот. И вот так вот произошло рождение. Я просто вижу теперь постоянно... Ну, это чувствуется. У вас дух такой, прям, хочется вас слушать и общаться, и это действительно чувствуется, что у вас посетил, осветил Святой Дух, и я надеюсь, что плоды Духа будут обильными у вас. Угу. А... Уже обильный, в принципе. Ну, я надеюсь, конечно, что будет более обильный. Вообще, моя миссия, она такая, то, что привести больше людей к Богу. То есть, я вижу, что спасение, оно именно в этом. Ну, и в Библии об этом написано. То, что, ну, нам нужно отсрочить апокалипсис, в общем-то, чтобы люди жили и славили Бога. Вот. Потому что, ну, тот мир, в котором мы живем, это, конечно, просто ужас. Еще такой интересный момент был во время рождения было, как сказать, не знаю, может, Господь послал такое, знаете, как испытание. Ну, как проверочку такую. Я болел, вообще лежал там без задних ног на кровати. Уже поздняя ночь, никак заснуть не мог. А там во дворе орали какие-то пьяные вообще орки, я не знаю. Ну, просто ужас. А у нас двор такой между двумя домами, и там все отражается от стен дома. Получается, как бы, эхо такое. Демоническое. Вот. Я понимаю, что, ну, никто спать не может просто. Они орут просто, как резанные, пьяные там все. Я подождал минут 20, думаю, ну, кто-то же должен выйти и сказать им, что, как бы, уходите отсюда, здесь дети спят, матери спят, а вы здесь пьяные орете ночью. Вот. Но в итоге никто не вышел, пришлось мне выйти. Там прямо, знаете, как три таких беса было, прямо три демона. Вот. Я к ним вышел, побеседовал с ними, сказал, ну, вы чего, ребят, идите отсюда, вы неправильно делаете. Они что сказали? Они сказали, да, все, мы сейчас через 15 минут пойдем. Я себе взял такой, ну, ладно, посмотрим, что через 15 минут будет. Ну, я захожу домой, проходит 15 минут, слышу, они там включили шансон уже какой-то на полную. Вот ровно, прямо через 15 минут, вместо того, чтобы уйти, они просто взяли и включили какую-то музыку, там, плясали, я не знаю, орали опять. Ну, и я, в общем, понял, что вот жизнь без Бога, она неминуемо к этому и ведет. То есть, даже не обязательно там, что ты будешь такой же, как они, но духовно ты будешь такой же. Вот, поэтому для меня это был такой знак, что я не хочу оказаться в одной лодке с этими людьми. Вот, меня к другому как бы тянет. Вот так. Но у вас семья, как-то вы им благовествовали? Ну, я же недавно, ну, вот, у меня недавно произошло рождение, поэтому такие резкие перемены, ну, я не могу так прийти и резко им сказать, что вот, там, все, они подумают, что все, сынок сошел с ума. попал в секту там в какой-нибудь... Ощадили, да, их? Да, я так очень щадяще, малыми порциями в них, как бы, информацию эту закладываю. Вот. А в родителей, да, получается? Да. Да. Ну, чтобы... А вы вместе живете? Нет, я отдельно живу, вот. Хорошо. помаленьку я им рассказываю, там, что в церковь хожу, там, прочее, пятая, пятая, десятая, вот, постепенно их, как бы, готовлю. Но они не противятся, или как они смиренно принимают? Ну, более-менее смиренно, да, но вот так резко им нельзя говорить, потому что они, ну, не то подумают, их это может отпугнуть, они должны плоды увидеть, когда они увидят плоды, они поймут, заинтересуются, что их сын стал вот совершенно, ну, другим, в общем, человеком. Согласна с вами. Да. Иногда мы слишком рьяно начинаем катехизировать всех близких. Очень. От этого бывает только хуже. Да. Ну, и еще какие у вас подвижки после уверования? А вы благовествовали с книгами, с этими, выходили, куда? Ну, вот тут недалеко от своего дома, ну, как, я шел от храма до дома и не успевал, ну, у меня от храма до дома где-то 4 километра. В выходные дни я где-то сколько получается, ну, около 3-х часов может трачу вот на дорогу только от храма до дома в сумме. Вот. И вот за это время как раз, ну, раздавал книги, смотрел, как люди реагируют, ну, и, соответственно, почувствовал благодать. Вот я заметил, что благовествование, это вообще, оно столпом стоит вот среди других благодетелей, это какая-то совершенно особая благодетель, которую Господь, как я понимаю, выделяет особенно. Вот. И даже когда я смотрю, вот как благовествуют, ну, вот Вячеслав Семенов, сестры из общины, прямо, ну, мурашки по коже бегут, потому что, ну, видно, что Бог с ними, причем сильно так с ними в этот момент. Да, благовестие, поэтому, Игнать Тихонович, на благовестие всегда такой упор делал. А вы продолжаете его ролики смотреть, книги тоже читаете там на сайте? Ну, книги, вот, как сказать, полностью я не читаю, я вот выборочно какие-то вопросы меня интересуют, иногда, вот там, о крещении, еще где-то, но я не только Игнатия Тихоновича читаю, я, в принципе, вот, ну, исследую с разных сторон вопросы, какие-то разные точки зрения, вот тоже недавно такую, весь для себя понял, то, что нету какого-то единомыслия в церкви, хотя вот, очень странно, мы веруем в одного Бога, у нас одно, один символ веры, но единомыслия нет вообще, вот каждый священник, как-то он по-своему все трактует, каждый человек по-своему молится в храме, и как-то вот это вот все странно, пока я с этим не разобрался, почему так, так, но я, видите, я нахожусь в процессе еще обучения, формирования, как христианин, то есть, у меня еще не было рождения от воды, то есть, я думаю, это будет некий такой заключительный этап, вот, но я не тороплюсь, то есть, я этот вопрос задавал Игнатий Тихонович, он говорит, что, ну, оглашение, оно может не несколько лет длиться, а вот там несколько недель, например. Ну, у меня так и было, да, там два месяца буквально, я уже в пруду была, как авансом. Ну, да, вот, тут тоже разные точки зрения, я уповаю на Духа Святого, вот как он откроет мне, когда надо быть, я не тороплюсь, потому что велика такая вероятность, ну, похулить Духа Святого, то есть, как-то недостаточно тонко с ним, как бы, обойтись, недостаточно правильно, вот это, но это моя уже такая проблема, то, что я это слишком пробивной, так, не нужно. Кто крестился, вот так вот, может быть, даже кто-то даже по болезни, еще кто-то, потом они, ну, бывали, что и жалели, что, вот если, говорит, я подготовился, если я бы больше узнал, я бы, ну, по-другому, может быть, это все было, вот, то есть, вот это таинство принять достойно, да, тоже важно. Да. это хорошо, что вы так думаете. Ну, так, дух открывает святой, это не я так думаю. Слава, слава Христу. Ну, вам рассказали, да, как вот эти красные евангелия можно заказать на благозвоннице? в том и дело, я уже заказал и красные евангелия, но как-то я молюсь каждый день об этом, потому что как-то вот нету ответа, не знаю пока почему, вот, то есть, я заказал 500 евангелий красных, еще заказал максимальное количество у отца Георгия Максимова, ни тот, ни другой не отвечают пока. А, ну, это нормально, так и есть, что они долго отвечают почему-то. Ну, я молю Бога каждый день, чтобы он мне даровал эти книги, потому что, ну, благовествовать сложно, то есть, это подвиг на самом деле, там в душу плюют, ну, вот, реально через раз. А в родину ходите? Да, вот, тут такой момент, что приходится одному, то есть, я знаю, что нужно по два ходить, но у меня нету варианта такого даже, вот, то есть, у меня есть друг, которого бы я хотел бы привлечь к благовествованию, но он такой, знаете, псевдо-верующий, псевдо-православный, как Игнасти Тихонович. А если его привлечь как видеооператора, то есть, не как благовестника Аскусу, ну, сними меня, и все, то есть, он будет совсем другую роль исполнять, он с другой стороны, и он будет видеть ваш подвиг, может быть, так получится, и его привлечь, и, ну, может быть, посмотрим, я не оставляю надежды его привлечь, потому что это был бы мне вот как раз помощник такой в деле благовествования, очень такое, сильное подспорье, ну, конечно, он бы спасся. Ну, слава Христу, что-то еще осталось у вас? Интересно, может быть, еще какие-то чудеса вспомните? чудес много, на самом деле, на каждом шагу, я даже вот задумываюсь о том, что, скорее всего, есть такие чудеса, которые мы не осознаем просто, то есть, они как бы происходят за гранью нашего, ну, вот, знания, но они происходят, тем не менее, мы их просто не осоздаем. А так, на каждом шагу все с молитвой делается, вот, то есть, непрестанно молитесь, нужно соблюдать. За все благодарите. Да. И все открывается, Дух Святой открывает вообще все двери и без меры, вот, я заметил, что такое вот качество важное Бога, это то, что он дает без меры. Тут единственное, как говорится, не спасать, не повернуть назад, взявшись за плуг, не оглядываться. Ну, мы всяческую поддержку готовы вам оказать, поэтому всегда обращайтесь, любые вопросы какие-то, вот, есть какой-то вопрос, просто задайте, опыта никто не даст. Почему-то все мы, мы так боимся быть навязчивыми, что кажем все равнодушными, есть такое выражение, ну, мне кажется, так оно и есть, поэтому навязывайтесь, как можно больше, вместе всегда. Я, на самом деле, так, ну, немного опасаюсь навязываться, потому что, ну, я человек новенький, и меня, ну, мне навязывайтесь, я даю добро. Хорошо. Когда человек проявляет ревность, сама загораюсь, прям думаю, ох, а я, а я, а где же я, а что же я? я тоже заметила, что вот какой-нибудь стих у меня, но в течение дня я кому-то что-то говорю, и вот стих я этот назвала, и потом вечером я читаю его в Писании, и еще где-то он мне попадается, думаю, ну, вот я чувствую, что я должна что-то через этот стих понять, вот вы как правильно сказали, что мы не осознаем даже, почему. То есть через этот стих Господь стучится, а у меня еще там что-то не подготовлено. Я говорю, что-то я никак не пойму. Я уж думаю, так, ладно. Ну, вот Слово Божие, оно слишком порой глубоко для нас, то есть оно очень сильное, его порой сложно даже понять, но определенно можно точно сказать, что оно нам направлено, но вот разобрать, как бы его, порой бывает сложно. Ну, может быть, у меня опыта просто мало, я все-таки мало еще. Изучал-то Библию я долго, вот именно так вот с погружением, с полным в Библию, вот этого недавно только началось, так, чтобы капитально засесть, следовать. Сейчас я себя посвящаю полностью Богу, то есть все, что вне Бога, я исключил из своей жизни, ну, то есть абсолютно у меня нету, ни минуты, где бы у меня не было бы Божаственного чего-то. Где нет Бога, там меня тоже нет. Встающий, конечно. Видите, какой пример. Ну, вы снимаете, вы старайтесь это все заснять, потому что это такое свидетельство, почему Игнат Тихонович все снимает. Даже там говорят, купите новую камеру, качество плохое, да не важно какое качество, главное, что вот она реальная жизнь, вот они слова, вот они дела. Как уже они сняты? Некоторые говорят, ой, у меня там плохой телефон, старый или еще что-то, то есть начинают искать себе, ну, как я говорю, гнилые подпорки, да, то есть оправдание. Вот, они все время, эти подпорки рушатся, поэтому не надо их искать. Берем простой дешевый телефон и снимаем себя со стороны селфи, еще как-то селфи-палку можно купить. Ну, вот это вот то, что вы делаете, нужно обязательно множить, так скажем, как ксерокс. То есть вот человек, вот человек, вот человек, то есть вот эти примеры, они для людей очень важны. А человек сидит, говорит, ну, это вот Игнатий Тихонович делает, а я-то кто? Я-то простой, ну, звать не как меня, и что у меня там, ничего не получается. Поэтому так важно, чтобы мы показывали пример. Вот мы такие простые, косноязычные там, еще ничего не знающие, но мы уже что-то делаем, ну, хоть как. Как апостол Павел говорит, как бы ни проповедовали Христа, я и тому радуюсь, притворно или искренне. Все это в радость Богу. Ну, слава Христу вам за ваш рассказ, благослови вас Господь. Спасибо. Надеюсь, что мы не раз еще с вами пообщаемся, и повторюсь, что любые вопросы, любые какие-то, может быть, там, я не знаю, к Игнату Тихоновичу, может быть, как-то обратиться, потому что я тут рядом с ним, что-то передать там, или еще что-то. Вот сейчас люди начали десятину, ну, Игнатиха, значит, там бывает, ну, сложно проверить, пришли деньги или нет, например, за границей. Вот, они мне отправляют, а я ему уже наличкой отдаю, или еще как-то, то есть, ну, любые варианты. Так что, с Богом! Да, спаси Христос! Субтитры сделал DimaTorzok